По поводу построения тренировки, обязательно зайти на сайт Андрея Лапы Киевской Федерации Йоги, посмотреть разные схемы по строению тренировок, там очень много сказано по дыханию, по разным схемам дыхания. По поводу ритмов дыхания, в основном это звук СО на вдохе, звук ХАМ на выдохе. ХАМ это английское Х, грудная А и М как соприкосновение губ, вот так. И все это закрытым ртом. То есть это ощущение воздуха, идущего по задней стенке гортани. Вот, это основа. Здесь в любой позе не зажимание вдоха и растягивание выдоха, вот это основное. То есть как бы скручена грудная клетка не была, либо раскрыта, отслеживание, как тело делает вдох, чуть-чуть ему помогая, и растягивание выдоха, на выдохе снимается напряжение. Лучше не за счет раскачки, а лучше за счет осознавания напряжения и отпускания напряжения. То есть, условно говоря, допустим, рука сильно тянется на первый разгиб, пошла дрожь, вы осознали и расслабили. И снова вошли в напряжение. Вот есть вот такое, так называемое, рывковое движение, а здесь нет. Здесь в предельном напряжении нужно осознать, потом расслабить. Осознать, потом расслабить. То есть здесь вот так работает. Так, по поводу отхода ко сну. Это растягивание, вот ступенчатое выдоха, то есть мягкий вдох, выдох, осознали, сбросили напряжение. Выдох, осознали, сбросили. Это все лежа в любой позе. В любой позе. И наблюдение, с одной стороны, за мысленным экраном, что на нем происходит. Просто вы смотрите на пятнышки, потом на рождающиеся образы, опять же, отстраненным наблюдателем. Это один из вариантов. Другой вариант, чтобы быстро заснуть, это вы прислушаетесь к внутренним звукам. К звукам сердца, к звукам дыхания, к звукам внутренних пульсаций. В основном, если берется за основу удар сердца на вдохе, отголосок удара сердца по телу на выдохе, сон происходит очень быстро. Либо берется три пульсации. Это пульсация самая крупная в теле, где она вообще ощущается. Она связана с током крови. Но очень часто сложно почувствовать именно в груди пульсацию. Чувствуют пульсацию в области шеи и в области пережатых конечностей. Допустим, если вы лежите на спине, вы полностью расслабились, вам проще вот это почувствовать. Самая крупная артерия здесь. И потом убирается еще два пульсирующих участка в теле. И они удерживаются сознанием, эти пульсации, и тоже наступает быстрый сон. По поводу пробуждения энергии и прочего. Здесь просто нужно наблюдать за теми ощущениями, которые кажутся необычными. Это легкое покалывание мурашки, подергивание автоматическое. Но не как нервный тик, а именно как того, что после напряжения конечность отпускает. И остаточная дрожь остается. И по поводу эмоциональных состояний, которые накатывают, особенно в стрессовых и раздражающих ситуациях. Здесь нужно отслеживать в течение жизни, что вас достает и раздражает в других людях. И момент, когда внутри возникает, что называется, гнев, агрессия и прочее. Здесь не важно, выплескиваете вы или не выплескиваете. Вы просто ощущаете в жизни какие-то болезненные моменты, которые очень сильно напрягают. И пытаетесь полностью присутствовать в стереотипных реакциях на них, ваших же. И вот это способствует ту энергию, которая обычно съедает раздражение, гнев, переживание, внутренних обид. Сделать более осознанным. И уже за счет этого научиться управлять состояниями, связанными с энергетическими центрами. Но за основу здесь берется просто отслеживание в жизни, что очень сильно раздражает, что очень сильно напрягает. От чего отстраняются, что в других людях очень сильно не нравится. Вот просто, когда внутри возникают эмоции, связанные с неприятием, с агрессивностью, с злостью, с ощущением рутины. Их просто отслеживают. И они очень часто именно помогают сделать доступными другие состояния. Удовлетворенности, радостности, открытости. Потому что все упражнения йоги, они просто учат внимательному отношению, как к телу, так и к проживанию себя вовне. Если вот это просто осознается, это внимание, внутренняя спокойствие, умиротворенность. И легкость. Не расслабленность, а именно легкость. Потому что готовность к любому действию. Тогда и начинает пониматься то, что называется энергия. Это никакой не течение, не мурашки. Это ощущение, ну можно сказать, пульса, пульса окружающего, пульса жизни, что называется. Вы удержите руку на пульсе жизни. И очень внимательно к проживанию себя. Также не нужно ничего закрывать, открывать потоки в себе или в других. Здесь просто речь идет о другом. Здесь умение закрываться или открываться позитивному и пропускать себя без, скажем, западения или залипания негатив. Вот. Вот этому должна я учить йогическая практика. Все остальное идет на автомате. И вы просто поначалу не вмешиваясь, отслеживаете автоматические реакции тела, учитесь их просто различать в себе. И поначалу не нужно вмешиваться туда. Просто это нужно на определенных участках тела, на нейрологической практике концентрироваться. На определенных эмоциональных реакциях. То, что, ну скажем так, не похоже на повседневное, является, ну скажем так, либо излишне напрягающим, либо приносит, ну, эйфорические переживания. Все это отслеживается, что у вас вызывает, на что у вас оно это возникает. И уже через это идут в переживание состояние энергетических центров. Ну, пока я про это говорить не буду, это отдельный разговор. Так. Не нужно поторопить себя. Здесь нужно получать удовольствие от процесса. Если вот хочется побыстрее улучшить результат, побыстрее, что называется, пройти дорогу куда-то. Это просто становится, как вот чистка зубов. Можно это сделать автоматически и механически, и забыть об этом. А можно, стимулируя зубость, испытывать от этого удовольствия, того, что рот становится, ну, свеж. Вы осознаете каждый свой зуб и чувствуете, как организм этому рад. То есть не результат, а процесс достижения результата. Результат, ну, потом дальше, день до дня, может, что лучше, то хуже становится. Это не важно. Здесь важен процесс пребывания в процессе. Так. По поводу правильного дышания я уже говорил. В основном это отслеживание дыхательного цикла и не замыкание вдоха и мягкое растягивание выдоха. По поводу духовности и прочих аспектов, если поначалу начинается работать с внимательностью и отслеживанием автоматических негативных реакций, то это уже выход туда. Но поначалу просто нужно на это внимание обращать. Вот, если так резюмировать. Так. Что делать утром, я уже говорил, это, допустим, если говорить про практику, про физическую, любое то, что помогает вам собраться, настроиться на день, но только полностью присутствовать в этом. И просыпаясь, опять же, может по-разному просыпаться. Иногда люди рекомендуют потянуться всем телом, повращать носочками вовнутрь, наружу, пожимать, прожимать кулаки. Но это все не важно, важна именно первая мысль, с которой вы пробуждаетесь. Это либо, как правило, ощущение болезненности, и снова что-то нужно с собой делать, и снова я, что называется, родился в этот мир. Либо просто вот наступил самый лучший день в моей жизни. На осознавание того, что это, ну, любое мгновение может оказаться последним, и нужно его прожить. Так, чтобы, ну, как, свое математическое восприятие мироздания уже к этому привести, и по поводу концепции, запишите книжку, и я рекомендую ее почитать. Продается, вроде как, во всех магазинах она сейчас. Это автор с вами, Шивананда. Новый взгляд на традиционную йога-терапию. И там изложены достаточно понятным языком все йогические концепции, мелким шрифтом. То есть это йогическая философия и восприятие космоса. С вами Шивананда. Новый взгляд на традиционную йога-терапию. Рекомендую читать там комментарии мелким текстом, потому что это одна из первых книг, которая возникла вообще у нас, для русскоязычного читателя. Ее комментариями снабжал Сидерский Андрей Владимирович. Очень верные и четкие комментарии. Там же по поводу цигуна очень много. То есть он в свое время занимался китайскими практиками, и йогические техники прокомментировал с точки зрения цигуна. Там под наполнение суставов и прочих дел. То, что в йоге передается просто за счет шахтипата, это прямая передача знания от учителя к ученику. В китайской традиции это можно было делать посредством текстов. Поэтому там к текстам очень трепетное отношение. Считается, что если человек становится обладателем рукописи, в принципе рукопись заменяет и учителей, и целую плеяду учителей, потому что в ней отраженных опыт. Ну и вот это одна из книг, которую нужно почитать и позадумываться. Ритмы дыхания в ходе жизни, в ходе ходьбе. Если вы прогуливаетесь, то самый такой интересный ритм дыхания это вдох на четыре шага и выдох на четыре шага. И здесь берется за основу мантры. Вы тоже ее запишите. Я рекомендую ее. Выравнивание эмоций, выравнивание ментального плана. СОМ-САМ, СОМ-САМ, НА-МАХ, НА-МАХ. И в конце ХЭС при дыхании. И вот получается ОМ-ШАМ-ШУМ-КШЭМ, СОМ-САМ, НА-МАХ. Восемь частей. Соответственно, ОМ-ШАМ-ШУМ-КШЭМ. Первые четыре шага. Вдох. СОМ-САМ, НА-МАХ. Получается, вторые четыре шага. СОМ-САМ, НА-МАХ. ОМ-ШАМ-ШУМ-КШЭМ, СОМ-САМ, НА-МАХ. И вы разбиваете, ходите. И выравниваются внутренние ритмы. Убирается излишняя суетливость ума. Настраивается сознание на процессы СОМ-САМ. СОМ-САМ это внутренний нектар, вырабатываемый мозгом, питающий все ткани тела. И внешний нектар. Это энергия окружающего пространства. Так. По поводу пережевывания дневных впечатлений, я уже говорил. Это рассматривание мысленного экрана, наблюдение за мысленным экраном. Еще можно сделать следующую практику, чтобы лучше уснуть. Это вы чувствуете, что вокруг происходит слуховой барабанной перепонкой. Вы выделяете самый громкий, раздражающий для вас шум в окружающем пространстве. И постепенно на выдохе переходите от осознавания своего дыхания через звуки сердца в правую половинку груди. То есть получается, выделяется самый громкий, раздражающий источник звука извне. На вдохе. На выдохе вы чувствуете звук своего дыхания, звук физиологической работы сердца. Пытаетесь услышать. И в самом конце выдоха отголоски ударов сердца с правой стороны. И тогда очень быстро приходит сон, и вы засыпаете. Можете просто отслеживать. Все вокруг. Вдох, звуки. Потом нос, гортань. Левая половинка груди. Правая половинка груди. Вот. Такой путь. Так, очищение энергетически, что такое цигун. Что-то, чем отличается цигун от йоги, я уже это говорил. Но вот отсылаю к вас книги, с вами Шавананда. И особенно там есть подготовка к лотосу и заполнение коленных суставов энергии. И там, в общем-то, можно понять, о чем говорится в цигуне, о чем говорится в йоге. Их, что называется, друг с другом сравнивают. По поводу цигуна, хорошо бы почитать Сюи Минтан. По-моему, Сюи Минтан. Подаются тоненькие книжечки его и толстые книжки. Можно с тоненькой начинать. Просто это автора запомнить. Так. Короткие освобождения от стрессов. Я это коснусь позже. Но в основном от стрессов, допустим, сильный стресс. Берете себя за большой палец, правой рукой за левый. И начинаете его подкручивать, пытаясь его оттянуть до болезненности. Вот. И то, что внутри, переходит вот в это действие и снимается в теле стресс. Так. Угу. Угу. По поводу улучшения головы и памяти. Это выучивание какой-то последовательности из любого источника. И попытка полностью ее сделать, запоминая. Либо берется и учится достаточно длинная мантра. Еще рекомендую я стихи такого поэта прекрасного. Но в переводе он есть. И в интернете его очень много. Хуан Рамон Химинес. То есть, отличный поэт. Хуан Рамон Химинес. И любое его стихотворение, это своего рода медитация. Погружение туда. Вот. Еще можно, опять же, учить японские хайку или танков. Вчитываясь в их содержание. Самый известный автор, такой, который дает переживания, интересно, это Басё. То есть, берете классические японские танки, выучиваете их, погружаетесь в состояние. Очень мощно, внимание растет и память. Так. По поводу нагрузки еще я скажу, по поводу геи и прочего. В религиозной восточной среде к этому относятся, как своего рода, к причинению себе дискомфорта. Иногда травматического дискомфорта. Но здесь я рекомендую раз в неделю, не столько себе нагрузками дровать, сколько проводить день с забинтованными глазами и забинтованной правой рукой. Причем, ходить на улицу, покупать, делать покупки. Очень мощно это все дело концентрирует и способствует самораскрытию. Вот. В любом возрасте можно себя тянуть. Нужно давать себе отдых. Поначалу, я говорю, критерии правильности практики. Тело может болеть, если это нужно для того, чтобы уйти от душевного кризиса, душевного дискомфорта. Но если тело начинает трещать, сохнуть, либо в нем начинают такие неприятные боли, как от залеживания, от застаивания, тогда нужно просто ходить хороший интенсивный курс массажа, проходить, и иглоукалывание, чтобы снимать эту нагрузку. Здесь не нужно сильно надрываться. Иногда нужно плаванием заниматься. Иногда именно верховой ездой. То есть это очень пособствует йоге. Так. И по поводу ходочной гимнастики я уже сказал. Мышцу лучше тянуть, погружаться в нее, на выдохе расслабляться, отслеживая напряжение. И так, вот выдох может быть прерывистый. У вас создали напряжение? Выдохнули. Поддержать снова в глубину. И снова выдохнули. Выдохнули, выдохнули. То есть за основой всего естественность дыхания, наблюдение за ним, растягивание выдоха. Иногда выдох делается ступенчатым. Все. Спасибо. 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 Спасибо.